Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел актуальнейший вопрос «Как христианину отмечать Новый год?» Понимаю, вопрос разноплановый, постараюсь остановиться на каждом смущающем вас моменте. Ну, мне кажется, многим и так понятно, но все-таки на всякий случай скажу, что, естественно, христианин не может никого поздравлять с годом тигра. Вроде бы ерунда, вроде бы все поздравляют и на работе, и магнитики с тиграми, и желать тебе, чтобы в силу у тебя была тигр, как у тигра, и на столе, чтобы все было вкусное, мясное и так далее. Но мы не должны участвовать в этом канале. Умничать не надо, конечно, говорить. Мы христиане, для нас не год тигра, для нас год Христов, лето Господне благоприятное. Умничать не надо. Если, конечно, так настаивают, и это очень близкие родственники, и говорят, чтобы тигр был к тебе, к тебе благоволил, надо сделать первое, второе, пятое, десятое. Тогда надо сказать, слушайте, ну я христианин, и вот эти вещи совершенно как-то не коррелируются с моим мировоззрением. Это восточная мистика. Это не сферический конь в вакууме. Это религиозная идея. Потому что одно дело, тигренок на тарелочке изображенный, тигр как тигр, банан как банан, обезьяна как обезьяна, в учебнике, на кубиках, в зоопарке, то есть без какой-либо сакрализации, то, пожалуйста, играйся, читай, купи себе десять тысяч плюшевых тигров и радуйся жизни. Но когда кто-то говорит, что тигр тебе поможет в этом году, что надо, чтобы на ёлочке обязательно висел шарик с тигра, надо, чтобы магнитик был на холодильнике, надо, чтобы на столе особая еда стояла, и календарик обязательно висел на стене с изображением тигра целый год. Это уже религиозная идея. Есть сакральная составляющая. И, друзья мои, Господь отвернётся от вас, если вы будете верить, что тигр тебе поможет. Ибо кто тебе помогает, тот и твой Бог. Бог-ревнитель. Он именно так описывается на страницах священного писателя. И поверит твое, да будет тебе. Веришь, что тигр поможет. Хорошо, Бог отходит. Не потому что обижается, а потому что не может помочь. Потому что ты впустил в свою жизнь другую сущность. А какую то стоит за другими религиями языческими. Друзья мои. Бози и Ни, бесове суть. Знаете церковь на славянской? Думаю, понятно, о чём я. Поэтому не заигрывайте с тем, что сейчас наполонит все-все-все каналы, газеты, все социальные сети. Все будут поздравлять друг друга с годом тигра. Нет. Скажите спасибо. И вас с наступающим. И вас с Новым годом. То есть поправлять не надо никого. Умничать, учите. Не надо. Просто сами в эту игру не играйте. Нравится тигрята? Просто как тигрята купите там ребёнку. Но не потому, что год тигра и надо обязательно ребёнку пришёл тигра купить. Вдруг вот коллекционируют тигров. Это не значит, что в этом году мы тигров не покупаем, потому что это символ этого года. Нет уж, через год будем покупать. Нет, здоровую рассудительность включайте. Не всякий тигр, обезьян или лошадь является действительно чем-то таким нечистым в конкретный момент времени. Ну, думаю, с этим ясно. Правда ж? Хорошо. Что касается празднования Нового года, корпоративов и так далее. Ну, вопрос стоит очень просто. Или идти, или не идти. Если идёшь, то есть, что дают. Если не идёшь, ну, замечательно, там, посты сохранишь. Но одно дело не идти на корпоратива, другое дело не идти на Новый год к бабушке, дедушке, к родителям, потому что они не хотят конкретно для тебя готовить постное оливье, дорогущий стол с морепродуктами. Позвали в гости. Ну, не умничай. Ешь, что даёт. Сделал для тебя отдельную полянку. Ну, замечательно. Ешь свои постные продукты. Подними бокальчик постного шампанского. Не надо поднимать третью, четвёртую бутылочку шампанского. Это уже действительно противоречит духу Писания. Ибо апостол Павел сказал «Не упивайтесь вином, в нем бы есть блуд». Это тоже проблема всех новогодних корпоративов. Каждый гинеколог знает, что январь, месяц самой такой объёмной работы в абортарии. Потому что количество незапланированных беременностей зашкаливает все другие месяцы. Так что, друзья мои, на корпоративах тоже ведите себя благочестиво. Не забывайте, что вы христианки и христиане не только в стенах храма, но и на каких-то совместных тусовках. Уж действительно проще не идти, если ты знаешь, что закончится непонятно чем. Потому что не быть частью всей этого каналии не получится. А не сможешь ли ты в какой-то момент перестать себя контролировать, тоже большой вопрос. Но вернёмся опять же к еде. Кто-то может со мной не согласиться. Нет, надо ни граммулечки, молочной кислоты даже себе не допустить, если где-то написано на каком-то продукте. Высматривайте обязательно состав печенья, пряниками или чего-то ещё-нибудь. Пусть там и не выбегает корова из этого пряника, когда ты его разламываешь, но всё равно, что там же домишки или остатки части какого-нибудь сухого молока присутствует. Всё, значит, это печенье непостное. На самом деле, такое элементарное фарисейство, потому что мне кажется, у меня больше претензий к постному майонезу, который по вкусу практически такой же, как и непостный, чем к тем продуктам, которые имеют в составе какие-то незначительное количество молочных продуктов, но при этом совсем по вкусу ни молоко, ни мясо не напоминает. Я повторюсь, у меня больше претензий к чипсам с ароматом бекона, которые формально совершенно вроде бы постные, но по факту-то не совсем. Мы уже давно научились делать постные столы, такие, что уже повкуснее будут с коробных столов. На самом деле, мы уже давно взошли с черного хода в этот обитель постного черевоугодия. Ну, еще важный момент, если вы все равно согласились ради любви к родителям и некоторому снисхождению к ним в этот день пост нарушить, то это не значит, что поедя по дороге домой, вы теперь даже можете мороженком догнаться и еще какой-нибудь вкусняшкой, которой не было на столе у родителей, мол, ну, все равно согрешили, теперь еще поедим еще чего-нибудь. Домой придем, сейчас еще пельмени наварим, потому что у родителей было вкусно, но мало. Ну, уж этот день мы точно теперь уже добьем до конца. Не-не-не, дома, на улице все равно пост, соблюдайте. Здесь вы совершили действительно некоторое снисхождение любви, как и многие святаяцы, между прочим, совершали, то есть это не я придумал, не то, что такой батюшка либеральный на экзегет позвали, вот теперь рушат все устои и нормы общественной жизни духовной. Сейчас еще понабирают таких и ведут изменения в символ веры, сейчас еще с католиками целоваться начнем, и вот придет скоро Антихрист. Друзья мои, нет, если покопаться с этих отцов, мы найдем множество примеров подобных же, подобных поступков в качестве примера снисходительной любви к немощам друг друга. Не разгневаться на нас Господь, метеорит с неба на вас не упадет, и примет Господь ваш пост и ваше рассудительное нарушение поста, потому что сохранение любви превыше всего. Аминь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok